Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у нас утренняя новость. На всех моих аккаунтах, которые у меня есть, выпало индивидуальное предложение, в частности за 7.99 на Пуделя. Ну, давайте будем говорить откровенно, 8 баксов. Итак, что можем сказать по данному предложению? На данный момент, я думаю, первое, что нам необходимо сделать, это выкатить данную машинку в бой и посмотреть, на что эта машинка способна. Ну, а потом уже поговорим по поводу ценника. Ну, также в эти 8 баксов входит 14 дней према, X5, но все-таки исключительно на Пуделя, полностью все открытое оборудование, ну и, соответственно, слот в ангаре для того, чтобы эту машинку там можно было поставить. Итак, давайте выкатимся в бой, посмотрим, что он может, ну и дальше уже поговорим. Для начала, я думаю, что стоит посмотреть на его краткие технические характеристики. Мы не будем заценивать, как обычно, динамику и подобные вещи. Мы посмотрим на основное, что есть в танке, это на его орудие. Ну, а дальше уже будем плясать непосредственно в бою. Итак, что мы имеем? Мы имеем среднее бронепробитие в 160 единиц, в принципе, там ничего уникального для 6 уровня, хотя для шестерки это неплохо. Средний урон в 160 единиц, которым наделяют практически все средние танки, которые выпускаются вот такие, вот там какие-то, не знаю, чему-то посвященные какому-нибудь празднику и так далее. И во всех ивентах все шестерки имеют 160, то что я обратил внимание, и это, честно говоря, начинает немножко напрягать. Потому что, ну, разницы между машинами в отношении, там, урона за выстрел, ну, получается вообще никакого. Средний, так, что оно там? А, урон, получается, не средний, а, в принципе, максимальный, как я понимаю. Урон в минуту это 1794 единицы, то есть 1800, но ни много ни мало, в принципе, довольно неплохо. Время перезарядки 5,3 секунды. В принципе, тоже довольно неплохо. Что касается разброса и времени сведения, посмотрим сейчас непосредственно в бою. Итак, давайте закатимся, я не знаю, на одну или на две катки, сейчас посмотрим, как дело пойдет. Ну и попробуем понять, стоит ли вот этот вот собакопудель на 8 баксов. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, ребятки, стоит отметить по данной машинке то, что буквально недавно, несколько, по-моему, месяцев назад, данную машинку можно было получить абсолютно бесплатно. Вот прям совсем на халяву. И, честно говоря, я ее получил именно таким способом на всех своих аккаунтах. Ну, как бы, вывод напрашивается пока первый по поводу того, что продавать за 8 баксов машинку, которая буквально недавно раздавалась абсолютно всем, кому было реально не лень просто каждый день заходить в игру. Если я не ошибаюсь, идея была ивентика в том, что просто заходи каждый день в бой, получай одну десятую часть танка, ну и, соответственно, по результатам 10 дней получи весь танчик целиком. Вот, по-моему, как-то так. Кто знает правильный ответ, поправьте, дабы я не вводил в заблуждение. Пока давайте остановимся на том, хотя бы, что машина однозначно выдавалась исключительно бесплатно, но и, соответственно, сейчас продается за 8 баксов. Это факт номер один. Факт номер два. Пудель по подвижности, он не отличается существенно от средних танков других, поэтому сказать, что машинка, хоть она так внешне и как-то вот должна создавать впечатление плюс-минус быстрой машинки, но я бы не сказал, что она такой является. Просто обычная средняя машинка. Что касается внешнего вида, вот, обратите внимание, с нами вот заехала пантерка и, по-моему, ребята, но где-то я это уже видел. Я где-то видел вот эту корму буквально сейчас у себя на экране, я где-то видел с морды этот танчик, но, короче говоря, я думаю, ход мысли моей вы поняли. Итак, что касается подвижности вправо-влево, в принципе, достаточно, в принципе, приятно. Не могу сказать, что вызывает какую-то оскому, да и, откровенно говоря, в принципе, сам танчик целиком, он вызвал у меня позитивные ощущения, когда я его получил халявненько и, соответственно, выкатил в первые свои бои. То есть, могу сказать, что впечатление и ощущение от игры очень позитивное. Что касается стрельбы на дальних расстояниях, сведение танчика довольно неплохое. То есть, я не могу сказать, что на дальние расстояния танк сводится прям угрюмо. Нет, абсолютно не угрюмо, очень хорошо сводится и у него, ну, прям вот совсем очень хорошая точная пушечка. Ну, прям вот вообще радость на глаза. Что касается, соответственно, урона, который вы можете набить за бои, то получается, что при такой скорострельности и точности пушки выйти на ту цифру, которую, в принципе, вам говорят, да, там про 1700 с гаком единиц почти, ну, будем говорить, 1800 единиц, то, соответственно, игра это позволяет. Иногда, безусловно, уходится, ну, есть необходимость, вот как сейчас, включать еще и ускоренную перезарядку, может даже перейти на голду для того, чтобы победить в стычке один на один и, соответственно, не слиться непосредственно по урону. Что касается бронирования данной машинки, бронированная данной машинки, безусловно, посредственная абсолютно, и было бы удивительно, если бы у нее еще и брони было насыпано, мама не горе. Но, в целом, броня играется, вот как мы сейчас против Пантеры бодались, вот приблизительно так, вблизи, ну, и отчасти вдалеке, мы выглядим для своих врагов. Теперь давайте посмотрим результаты боя. По результатам боя мы нанесли 2076 единиц урона, сделали один честный фраг. Почему честный? Потому что мы реально разбирали-разбирали, и даже гальдишку потратили немножко. Что касается фарма. Ну, фармик у нее довольно неплохой, как для шестого уровня, 50 тысяч серебрухи. Мы заняли первое почетное место в своей команде по урону, и теперь давайте первое решение принимаю. Это я не буду выкатывать эту машину во второй бой. Плюс-минус эта машинка играется одинаково во всех боях. Сейчас бой сложился для нее немножечко все-таки лучше, чем в основном может складываться. Но приблизительно вот так вот по ощущениям она играется. Если не вылазить, не упарываться, не бежать на первую линию, потому что, как я уже сказал, с ее бронированием, в принципе, можно очень хорошо лещей нахвататься от противников. Что же касается предложения за 8 баксов, я скажу вам так. Первое. С учетом того, что она раздавалась недавно, бесплатно, практически там... Ну, ее могли... Да не практически, ее в принципе могли получить все ребята, которым не лень 10 дней зайти в ангар и просто забрать 10-ю часть этого танчика, по-моему, делать вообще ничего не надо было. Ну, или как-то так. Короче, ее можно было получить бесплатно однозначно. Я ее точно на халяву получил. Так вот, вот эта машинка, будучи ранее бесплатной, для меня сейчас за 8 баксов вызывает очень большие сомнения. Это, во-первых. Во-вторых, что меня как бы смущает, на что рассчитано? Рассчитано на то, что те игроки, которые не заходили в игру, или не смогли один день зайти или два, и, соответственно, взять себе эту машинку бесплатно, они сейчас вывалят 7 баксов. Ну, я что-то как-то сомневаюсь. Да и, честно говоря, если вы посмотрите на моем канале видео по поводу голды, то там у меня, по моим подсчетам, правильным нормальным донатом, хорошим, выгодным является покупка за 1 бакс 1 тысячи голды. По всякого рода там предложениям и так далее. А иногда и полторушку можно взять за 1 бакс. Таким образом, в принципе, брать 8 баксов, это 8 тысяч голды. За 8 тысяч голды брать танчик, чтобы получить 5х сугубо на него, и 14 дней према, ну, ребята, однозначно нет. Я не думаю, что данное предложение является сладким, и что вам имеет смысл вкидывать такие бабки. У меня был там жизненный момент, когда я пропустил возможность получить бесплатно машинку, потом оказалось, что машинка довольно неплохая, и если бы ее потом выложили в продажу, допустим, там, по человеческой какой-то сносной цене, допустим, в штуку, или в полторы штуки голды, я бы ее взял. Но когда я увидел, что ту машинку вывалили на продажу за, по-моему, то ли 3,5, то ли 4, ну, меня сразу задавила жаба, и я отказался от этого варианта, потому что понял, что она просто не стоит реально такого количества. А здесь 8 косарей голды. Ну, короче говоря, ребят, ход мысли вы поняли. Дальше принимайте решение сами. Всем всего хорошего, всех благ, мира. Возвращайтесь на канал, всегда буду рад вам.